Субтитры предоставил DimaTorzok Ольга Витальевна Антоненко – первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. В 1992 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, где получила специальность преподавателя русского языка и литературы. С 1996 года и на протяжении 10 лет трудовая биография Ольги Антоненко была связана с телерадиокомпанией «Гомель», где она работала в должности специального корреспондента на радио, вела телепрограммы. В качестве ведущей и режиссера выступала на значимых культурных мероприятиях. В 2006 году приняла предложение занять должность заместителя начальника управления культуры Гомельского облсполкома. В нынешней должности с июля 2013 года. На вопросы, которые касаются культурной жизни региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45 Здравствуйте, Ольга Витальевна. Здравствуйте. Ольга Витальевна, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и с сегодняшним праздником Днём Матери. И прошу, несколько тёплых слов в адрес ваших коллег и всех наших телезрительниц. Спасибо большое. Действительно, с большим удовольствием я хочу поздравить своих коллег с прошедшим праздником, профессиональным Днём работников культуры. Случайных людей в культуре не бывает никогда. Нужно просто культурой жить, и тогда работа всегда будет в радость, чем занимаются все работники культуры. И с большим удовольствием я хочу поздравить вас, Оля, и всех наших телезрителей с замечательным, таким, наверное, нежным, очень трепетным праздником Днём Матери. И, естественно, с покровами. Если кто-то не позвонил ещё своим мамам, у вас есть ещё время позвонить и поздравить их с этим замечательным праздником. Высказать им самые нежные, тёплые слова. Потому что самое тёплое, самое нежное, что есть у нас в жизни, конечно, это наши мамы. Спасибо большое за такое замечательное поздравление. День работников культуры совпал с главным событием жизни страны, выборами президента. И, конечно, наши артисты и коллективы работали на участках, поддерживали атмосферу, создавали настроение. Скажите, пожалуйста, какое у вас осталось впечатление от этого дня? Самое яркое. Потому что, действительно, на избирательных участках приходили люди, и самое хорошее настроение всегда там существовало. Пели артисты от маленьких детей до взрослых профессиональных коллективов. Были различные викторины, проводились различные акции, тематические беседы, тематические выставки. То есть, в принципе, придя на избирательный участок, человек мог найти себе, ну, скажем так, развлечение на любой вкус. Просто провести хорошо время, пообщаться с такими же коллегами-избирателями, поговорить о жизни, о Беларуси, о своих каких-то проблемах или радостях, поделиться. То есть, был очень-очень яркий день, очень насыщенный и очень интересный. И я уверена, что все, придя на избирательные участки, выполнили, конечно же, свой гражданский долг, сделали свой выбор и просто провели хорошо этот день. Более 5000 километров, 18 концертов в больших и малых городах. Акция под названием «Любить Беларусь» прошла с таким успехом в нашей стране, который, я думаю, что сложно будет кому-то повторить. Как вы считаете, почему такой успех имела именно эта программа? Программа замечательная. И тот коллектив, который представлял эту акцию, а это удивительный коллектив беседа из города Минска, заслуженный коллектив, профессиональный. Он всегда вызывает ажиотаж, например, у нас в Гомельской области. Всегда, сколько бы раз ни приезжал этот коллектив, всегда проходит на ура, всегда полные залы, аншлаги. Наверное, потому что этот коллектив исполняет народные песни, а народные песни, они очень душевные, очень эмоциональные. И народ в зале поет, танцует вместе с этим коллективом. Скажите, пожалуйста, нет ли каких-то задумок эту акцию совместную, беседы Белтеля радиокомпании и общественного объединения «Беларусь» повторить? Или, может быть, в каком-то другом формате ее снова провести на нашей зеле? Я думаю, что этот формат, он, в принципе, существует постоянно. В любом регионе нашей области, равно как и в стране, всегда готовы принять беседу и, скажу так, побеседовать с ней, посмотрев ее замечательный концерт. Стоит отметить также, что с большим успехом проходили в области и мероприятия акции «Мы вместе». Вообще, как вы оцениваете эффективность подобных общественно-культурных акций? Ведь это не просто рядовые концерты, у них есть еще. И такая функция объединять людей, выполняют ли они ее? Вы знаете, да. Две с половиной тысячи человек, которые присутствовали в Ледовом дворце во время проведения этой акции, они даже не просто присутствовали, они как единое целое дышали вместе со своей страной. Вот эти замечательные песни, которые исполняли белорусские артисты со сцены, и зал пел буквально каждую песню. Причем даже было удивительно, что были люди различного возраста. Это было и взрослое поколение, это была и молодежь, и песни были тоже разные, как современные, так и узнаваемые, скажем так, пожилым зрителям. Но, тем не менее, пели все и пели все песни с большим удовольствием. Настроение было замечательное, яркое. Вот действительно в едином порыве, в едином порыве мы видели, как наши гомельчане, да, говорят о том, что Беларусь прекрасная страна. Просто, и вот эта удивительная песня, которая была специально написана для этой акции, «Белый бусил Беларуси», просто произвела какой-то фурор. Настолько это было чисто, свежо, ярко и именно вот объединяюще. Белорусы очень любят свою страну. Впереди еще у нас немало интересных и значимых событий, мероприятий, один из самых любимых уже поистине народных праздников – Дожинки. У нас в этом году пройдет в Ельском районе. Скажите, пожалуйста, какая программа готовится для него? Ну, вы знаете, Оля, не совсем, конечно, хочется раскрывать все карты, потому что каждый год мы стараемся удивлять участников областного фестиваля «Ярмарки Дожинки». Но буквально немножечко расскажу. Это будет, конечно, яркий концерт, тоже, опять же, на любой вкус. То есть и с народными мотивами, и с эстрадными мотивами. А в плане того, чем бы удивить в этом году, мы будем строить настоящий хутор, чтобы показать, какие ремесла были раньше, как это все делалось. Вот большая семья, сельскохозяйственная семья, да, она убрала урожай, она много трудилась летом, чтобы была хорошая обеспеченная зима. Вот заготовки. Это будут и грибы, это будут и ягоды, это будет и рыба, это будет много-много всего. То есть можно окунуться, как бы, вот, наверное, в старое время и посмотреть, как жили вот в хуторах большие такие зажиточные семьи. Я думаю, что это будет интересно. Интересная идея. Желаю ее успешного воплощения. Еще одно важное событие для нашей страны, тоже любимый конкурс Евровидения. Детское Евровидение в этом году представит нашу страну на этом конкурсе. Руслан Асланов, которого можно считать нашим земляком, потому что мальчик, уроженец города Будда Кошелева, конечно, за Руслана будем болеть. А для кого из наших артистов этот год уже ознаменован значимыми победами и достижениями? Ну, подтвержу ваши слова, что действительно мы очень будем болеть за Руслана. Он замечательный мальчик с очень хорошими вокальными данными. И то, что родители настолько его поддерживают и помогают вот в продвижении его таланта, найдя хороших педагогов. Помогая, допустим, может быть, даже в какой-то степени, вот я знаю, что мама помогает создать его творческий образ. Это тоже очень важно. И во всем главное поддерживать его вот эти вот начинания на пути. Я думаю, что у него будет большое вокальное будущее. Если же говорить о других наших победах, то могу сразу сказать, что наша замечательная студия циркового искусства «Арена» из города Мозыря, а это уже заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, уже вот за это время побывала в городе Архангельск. Там был международный фестиваль конкурса цирковых любительских коллективов. И привезла с собой гран-при. Два специальных приза Ассоциации цирковых деятелей России. Причем вот привезла золото, привезла серебро. То есть практически она забрала все сливки, все призы, самое главное этого конкурса. Там же пригласили коллектив принять участие в первом, правда, международном, но это как бы только начало. В Израиле проходил тоже международный цирковый фестиваль. И наша арена приехала оттуда с серебром. Камерный хор колледжа Соколовского, выступая, принимая участие в фестивале-конкурсе в Москве, тоже привез гран-при. Представляете, были столько много хоров камерных из России, а Россия ведь певчая страна, да? Но, тем не менее, Беларусь оказалась тоже певчей. А мы единственное представляли, наш камерный хор, единственный коллектив, который представляла Республика Беларусь. И они покорили россиян и привезли гран-при. Еще можно сказать, что в этом году в Германии прошел удивительный, уже 13-й по счету, международный конкурс хоровых коллективов в Германии. И там принимал участие наш образцовый хор мальчиков и юноши из города Светлогорска, руководитель Галина Львовна Урьевская. Только принимало участие 48 стран, и только из Китая было привезено 18 хоров. Представляете, наши мальчишки получили два серебра. Это в номинации «Духовная музыка» и «Камерная музыка». Тоже очень удивительный коллектив. И еще много-много-много таких значимых побед. Об этом можно говорить очень долго. Самое главное, что наши коллективы и индивидуальные исполнители все-таки принимают участие в фестивалях и конкурсах и приезжают оттуда со значимыми победами. А мы стараемся их поддерживать. Это очень приятно, действительно, когда вот так звучит наша страна и звучит Гомельская область. Ну а путь к звездным вершинам, он начинается в детстве. Какие условия созданы в Гомельской области для того, чтобы юные таланты выявлять и развивать? Знаете, когда ребенок приходит в музыкальную школу, или даже если ребенок еще в совсем маленьком возрасте, то, конечно, и помощь родителей в этом очень важна. То есть мама и папа видят, что у ребенка есть искорка таланта. То есть вот Божий дар, нужно обязательно его поддержать, нужно привезти в музыкальную школу, можно привезти в продюсерский центр, в хореографическую школу, в школу искусств, допустим, если видят, что ребенок хорошо рисует, чтобы развивать его талант. А дальше уже педагоги, конечно, помогут продвигаться по всем этим ступеням творческого олимпа. Всячески мы стараемся поддерживать и как морально, скажем тогда, и материально, если ребенок очень талантлив, продвижение его на каких-то международных конкурсах. Конечно, сложно, это достаточно финансово затратно, но тем не менее, изыскиваем любую возможность, как спонсорские деньги, так и бюджетные деньги, чтобы там коллектив или индивидуальный исполнитель все-таки поехал и показал, вот такие таланты живут у нас на Гомельской земле и в Беларуси. Ежегодные стипендии председателя Гомельского областного исполнительного комитета. Это шесть стипендий учащимся музыкальных и школ искусств. Это шесть стипендий учащимся в среднем специальном учебном заведении. И шесть это уже профессиональные актеры до 31 года молодые. Это тоже поддержка. Тоже ли ребенок посещать музыкальную школу? Таким был вопрос, который наши корреспонденты задавали гомельчанам. Давайте посмотрим и послушаем ответы. Если у ребенка есть какие-то способности, то его обязательно нужно отдавать в музыкальную школу, для того, чтобы его готовили профессионалы, конечно. Нужно. Наш ребенок занимается в музыкальной школе. Какой предмет? Боян. Портепиано. А недорого покупать инструменты? Ну нет. Ну, я не знаю, может для кого как накладно, если новый инструмент покупать. Ну, для обучения может быть песня такую. Если детенок склонен к этому, почему бы не завести? Если он понимает, в чем... Вот, ему два года, он уже песни хочет петь. Так можно и завести. Конечно, во-первых, ребенок занят. По двору не шляется, говорится. Да и как бы образование музыкальное, оно помешает, мне кажется. А не накладно это для семейного бюджета? Неа. Нет. Разве, за 90 тысяч, это что-то изменит. А так, ребенок, говорится, там учителя. Мне нравится, ей тоже нравится, она на цимбалах занимается. Хорошо все. Плюсы огромные. Школьная не мешает программе. Она у меня в третьем классе в школе. Вот в январе будет 9 лет. Девочка учится там на девятке-десятке. И здесь второй класс у нас. Очень даже, я очень признательна преподавателю, руководителю у нас. Наталья Викторовна Борщевская, народное творчество. Ведет изумительно. Низкий поклон ей. И вообще, я хочу сказать, очень прекрасно, что возродили наши белорусские традиции. Вот. Они калядовали в январе, ходили по домам. Ну, такое насыщенно, такое было представление. Не только, что вот пришел калядую, калядую. Нет. Все стихотворные, песни, все. Конечно, есть смысл, потому что в наше время, естественно, детям нужно чем-то заниматься. И помимо школы, естественно, какие-то такие школы дают больше образования, больше каких-то навыков и так далее. И здесь, ну, вообще, очень интересно, на самом деле, учиться в музыкальной школе. У меня и старшая дочь училась в музыкальной школе, и средняя дочь. Планируем младшую дочь сюда отправить. Детки посещают с удовольствием, общаются между собой, выезжают на какие-то конкурсы областные и в другие города. Это действительно очень интересно. Я сама была выпускницей музыкальной школы. Для меня это явилось важным событием, потому что это стало моей будущей профессией. Сама работаю в музыкальной школе. И, конечно же, я считаю, что это очень нужно нашему подрастающему поколению. Прежде всего, для того, чтобы уметь с детства организовывать свой досуг, свою работу, уметь распределять свое время. Ребята, которые выпускаются из музыкальной школы, более, как, социализированы, что ли. Им потом легче в будущей жизни. Ну, это было, когда я был в третьем классе. На классном часу к нам зашли преподаватели из музыкальной школы и рассказали про день открытых дверей. Мне стало очень интересно. Я попросил обоих родителей, чтобы мы пришли на это мероприятие. И я попросил маму, чтобы она записала меня на гитару, на которую я хожу по сей день, уже седьмой год. Меня завела туда мама, ей знакомые посоветовали. И после этого у меня началась очень хорошая, как сказать, такая творческая карьера. Концерты, конкурсы. И это дает такой в жизни очень большой стимул. А как соседи относятся к твоим постоянным репетителям? Некоторым очень сильно нравятся мои репетиции, некоторым не очень сильно нравятся мои репетиции. Но это дело каждого. Все соседи спокойно совершенно относятся. Некоторые слушают и потом рассказывают мне, как я интересно играю, красиво. Мне тут нравится. Тут очень много друзей, знакомств. Все как один коллектив, все дружат, все общаются, ставим спектакли, ездим. И мне очень нравится. Основным занятиям в школе это не мешает? Нет. Я люблю все. И школу обычную, и музыкальную. Мне учеба вообще легко дается, что тут, что там, и там, и тут хвалят. И как-то не мешает. Мы смотрите «Диалог». Говорим сегодня о культурной жизни нашего региона. Ольга Витальевна, на Ваш взгляд, насколько эффективно работают детские музыкальные школы и школы искусств? Насколько качественную серьезную подготовку они могут дать? Вы знаете, у нас очень хорошие педагоги, работающие в детских школах искусств, музыкальных школах, музыкальных колледжах. И если ребенок заинтересован, то, естественно, он даже еще больше будет впитывать то, что дает ему педагог. И наши педагоги стараются поддержать его это стремление. Если видят угасание, допустим, интереса к занятию на музыкальном инструменте, то они подойдут с другой стороны так, чтобы ребенок вернулся и вновь полюбил этот музыкальный инструмент. Допустим, если я говорю об инструментальном исполнительстве. А так вообще очень многие, практически 50% наших выпускников СУЗов поступают в высшее специализированное учебное заведение. Очень многие поступают в академию. Вот в этом году заканчивает, в этом учебном году заканчивает колледж Соколовского Иван Юрков. И его без экзаменов принимают в консерваторию Гнесиных. Само за себя. Само за себя, да. То есть если ребенок талантлив, он талантлив во всем. И очень правильно было сказано в сюжете, что дети, которые оканчивают музыкальную школу, школу искусств, они немножечко действительно более организованы, скажем так. Они более уверены в себе. Вот эти вот, допустим, постоянные участия в конкурсных программах, в экзаменационных программах, в фестивалях, они его дисциплинируют и дают уверенность. То есть ребенок уже более уверенно шагает в дальнейшую жизнь, ставит перед собой цель и идет достигать ее уверенными шагами. Спасибо. Далее предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали на репетиции Светлогорского хора «Мальчиков». Светлогорск – город молодой. Не только по возрасту, но и душой. А поэтому и на отсутствие талантливых звездочек и звезд здесь не жалуются. Только в местной детской школе искусств более одной тысячи учащихся, которые занимаются по восьми направлениям – от духовых инструментов до театрального искусства. Значительной популярностью здесь, кстати, пользуется студия раннего эстетического развития «Вокал, живопись и хореография» для детей в возрасте от трех лет. Во время посещения школы съемочной группой телерадиокомпании «Гомель» журналистам показали и выступления учащихся хореографического отделения. В эти дни они готовятся к выступлению на областных дожинках в Ельске. Единственная проблема, говорят, в недостатке представителей мужского пола. Из более чем 200 человек, которые занимаются в хореографических коллективах Косилогорской школы искусств, мальчиков всего 22. Тем более значительным успехом здесь считают создание единственного на гомельщине хора мальчиков, сегодня относящего звание Образцового. Конечно, это заслуга, очень большая заслуга руководителя Галины Львовны. Это постоянное и проведение родительских собраний, это организация и концертных мероприятий, и конкурсной деятельности. К сожалению, в этот день художественные руководители коллектива Галина Урьевская-Евсюкова, которую дети называют хоровой мамой, по уважительным причинам на репетиции отсутствовала. А поэтому секреты успеха хора раскрыл ее муж, хормейстер Александр Евсюков. Есть своя специфика работы с мальчишками. Это надо иметь какие-то свойства характера, иметь какую-то волю соответствующую, и чтобы мастерство было технологичное. Если это совпадает, то хор мальчиков состоится, но это очень трудно. В Гомельской области только один хор мальчишек, один, больше нет. В составе Светлогорского хора мальчиков и юношей 36 человек. Почти половина из неполных и многодетных семей. Хотя попасть сюда может каждый. Был бы талант. И тогда из алмаза обязательно сделают настоящий бриллиант. В музее Светлогорской детской школы искусств образцовому хору мальчиков и юношей посвящена практически четверть экспозиции. Этим коллективом могла бы гордиться любая музыкальная школа. Дипломов и медалей на его счету столько, что можно только по-доброму позавидовать. Россия, Германия, Швейцария, Польша, Болгария им рукоплескала практически вся Европа. В 2013-м Светлогорский хор мальчиков принял участие в культурной программе паралимпийских игр в Сочи. В следующем году посетит этот город вновь. Коллектив получил официальное приглашение на международную хоровую олимпиаду в июле 2016-го. Исполняет очень сложные произведения. Во-первых, разножанровая программа у нас, и эстрадная музыка у нас, и классическая музыка, и духовная музыка. И сложные очень произведения. У нас четырехголосные, шестиголосные, а иногда бывает и восьмиголосные произведения. Ребята справляются, они очень стараются. Я работаю как концертмейстер с хором, с Галиной Львовной, уже 11-й год. И очень интересно мне работать. Почему? Потому что постоянно меняется программа, что-то у нас повторяется, какие-то произведения новые, и все время творчество. Сегодня в Светлогорской детской школе искусств семь образцовых и один народный коллектив. Однако наиболее активная концертная и конкурсная деятельность, пожалуй, именно у хора мальчиков и юношей. А это значит, что коллекция наград, привезенная в Светлогорск к этими ребятами, еще далеко не окончательная. Ну, это в зависимости от того, какой конкурс. Если он международный, то там очень серьезная конкуренция идет. И выхватить первые места иногда бывает не так уж и просто, но у нас все получается. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облсполкома Ольга Антоненко. Ольга Витальевна, в Светлогорской школе есть и другие коллективы, и тоже образцовая. Почему именно успешен Светлогорский хор мальчиков, столь успешен? Вы знаете, конечно, успешны все коллективы, потому что Светлогорская школа искусств, она, как и многие другие, в каждом регионе есть замечательная школа искусств, все направлено на ребенка. А успешен, мне кажется, коллектив, вот именно образцовый хор мальчиков и юношей, а он единственный в области нашей, и не так много хоров и юношей, и мальчиков в республике. Вот в какой-то степени они уникальны. Наверное, действительно своей хоровой мамой. Галина Львовна, она отдает полностью всю душу, все свои мысли мальчишкам. Она действительно просто их мама. И вот глядя, как они относятся тоже трепетно к ней, они слушают ее просто с мгновения пальчиком. Просто она поведет глазами, они ее просто понимают. Вот они дышат единым дыханием вот в этой общей музыке, они просто вот растворяются в ней. Она очень переживает за каждого ребенка, потому что действительно в этом коллективе очень много детей из многодетных семей, из неполных семей, из малоимущих семей. Но, тем не менее, это единая семья, мальчишки очень дружны. Вы знаете, что город Светлогорск достаточно сложный город со своими определенными, скажем так, нюансами. И, тем не менее, с большим удовольствием мальчики их не загоняют. Как, допустим, иногда говорят, что в хор, в школе могут загонять ребят, чтобы этот хор был. А сюда они бегут с удовольствием. Многие выпускники, уже отучившись в школе искусств, разъехавшись, разлетевшись по нашей стране и за рубеж, конечно, некоторые из них выбирают профессию вокалиста и обучаются дальше. А некоторые просто принимают совершенно другие профессии. Но, тем не менее, с большим удовольствием они приезжают в город Светлогорск на какие-то общие мероприятия. И вспоминают, как они были в этом коллективе, как они занимались. Благодарят свою вторую маму хоровую. И рассказывают об этом коллективе далеко за пределами нашей страны. Ольга Витальевна, слушаю вас и думаю, как же повезло родителям. Этих детей. Вот и ответ на вопрос. Нужно ли отдавать ребенка в музыкальную школу? Нужно, несомненно. Уважаемые телезрители, буквально на минуту мы прервемся. После продолжим диалог с нашей гостьей. Будьте, пожалуйста, с нами и присоединяйтесь к диалогу. Ольга Витальевна, у каждого народа есть свои традиции, которые идут из глубины веков. И у каждого региона есть свои культурные бренды. У нас это бесспорно. Иглебские рушники. Наши фестивали замечательные, такие как Зов Полесье, Сорский Карагод. Что еще вы бы добавили в этот список, может быть, пока обойденное таким широким вниманием? Ну, вы знаете, в каждом регионе есть свой фестиваль. По большому счету. Они различного уровня. Есть регионального уровня, есть открытые фестивали. Хотя, кстати, вот Зов Полесье, он тоже начинался как открытый фестиваль. Что такое открытый фестиваль? Это когда могут принимать в нем участие любые желающие. То есть мы основывались на двух регионах. Это Полесьские районы Гомельской области и Полесьские районы Брестской области. Ну, затем подтянулись там и россияне, и украинцы. И когда глава государства сказал, что делайте его международным, настолько он интересен, этот фестиваль, то, конечно, мы тогда стали выходить на большее количество стран. И я уверена, что в следующем году мы тоже поразим какими-нибудь удивительными, уникальными, экзотическими странами, которые приедут на Зов Полесье. В следующем году состоится Сошка и Карагой. Вообще, в следующий год, если брать, он, наверное, будет представлена практически вся палитра наших фестивалей. Это и Аутюки. Да, какой-то был длительный перерыв у нас в проведении этого республиканского фестиваля, но мы его, уверенно, в следующем году проведем и очень ярко проведем. Это и Берагини. Республиканский фольклорный коллектив, на который любят очень приезжать, потому что он очень нежный. Вот эта вот духовность, вот это вот трепетное отношение к старинным песням, старинным обрядам, старинным бытовым танцам – все это в Берагини, которая и оберегает старинные белорусские традиции и уникальные какие-то элементы культуры. Это и гэта дивная спеус «Глубень народных». Это Лельчицкий фестиваль имени Михася Павловича Дриневского. Он постоянный председатель жюри конкурса. И тоже здесь поют совершенно уникальные старинные акапельные белорусские песни, когда приезжают бабулечки, которым практически бывает и по 90 лет. И вот они поют наравне вместе, рядом с малышками, которые принимают эти традиции. А был один год, когда победил пожилой мужчина, ему было за 90 лет, но он так пел. Пусть, может быть, не так силен был уже его голос, но видно было, что в молодости это был просто замечательный певец. И та песня, которую он предложил нам, она была какая-то совершенно незнакомая, но настолько душевная, что там просто плакали все. Вот просто вот настолько пробивает, настолько трепетно входит в душу вот такие вот белорусские акклоритные песни. Это, конечно же, и Зов Полесья. В следующем году мы принимающая сторона дня письменности, который пройдет в Рогачеве, и упустила еще один региональный фестиваль, но тем не менее он, можно сказать, даже международный, потому что с большим интересом приезжают туда и россияне, и украинцы. Это фестиваль в городе Ельск, называется он Грай-гармоник. Такого количества гармонистов, которые собираются там, наверное, нет нигде. Вот если кто-то не был, нужно обязательно побывать на всех перечисленных мной фестивалях, потому что каждый фестиваль имеет свою изюминку. И когда ты заряжаешься той позитивной энергией, которая вот витает на фестивале, то просто вот понимаешь, как же хорошо. Как хорошо, и что интересного, и что многое ты не знал, а с этим можно просто приехать на фестиваль и познакомиться. Что замечательно, что культурная жизнь сосредоточена не в областном центре, не в Гомеле. Практически каждый район у нас имеет какую-то свою изюминку, свой фестиваль, свой конкурс, свои какие-то особенности. Это очень ценно. Но, к сожалению, культура и искусство – это не только полет, творческая мысль и вдохновение, это еще и средства. И средства нужны. Немалое на все, вышеперечисленное. Скажите, пожалуйста, успеваете ли закупать оборудование, ремонтировать все же школы искусств, какие-то объекты, музыкальные инструменты, в конце концов, костюмы нужны коллективам? Конечно, вы правильно говорите, что нужно все. И сделать ремонт, и приобрести новые музыкальные инструменты. Может быть, кого-то эта цифра повергнет, скажем так, такое недоумение, но хочу сказать, допустим, в наших музыкальных колледжах 90% на износ музыкальных инструментов. Звучит неприятно. Да, неприятно звучит, да. Все учреждения культуры стараются поддерживать свои, скажем так, вторые дома. А я всегда вот то учреждение культуры, где мы работаем, называю вторым домом, потому что большую часть своего времени мы проводим на работе. Они стараются поддерживать в хорошем состоянии. Конечно, средств не хватает, учитывая различные положения, но тем не менее стараемся и костюмы приобрести, найти спонсорские деньги, чтобы сделать ремонт, чтобы привести в порядок, допустим, благоустроить территорию. Зарабатываем вне бюджет, который тратится тоже на укрепление материально-технической базы. Делаем все возможное, чтобы все у нас было в порядке. Тоже тема достаточно непростая. Это тема сохранения историко-культурных ценностей. В Белоруссии и в нашем регионе ведется реконструкция серьезной ряда объектов. Но есть еще такие, которые вы бы хотели видеть в другом совершенно уже виде и открыть их для туристов, для жителей нашей области. Еще бы хорошо, если из-за рубежа. Есть ли такие места? Конечно, есть такие места. Опять же, каждый регион может рассказать о своей изюминке в своем каком-то бренде. Все понятно, что жемчужиной является дворцово-парковый ансамбль. Конечно, первое, куда мы ведем гостей наших, это в дворцово-парковый ансамбль. Затем, естественно, уникальный музей. Это Витковский музей старообрядчества. Но можно показать и Чечерскую ратушу. Там тоже очень интересно. Можно показать живорастущие кресты в городе Туров. Уникальный храм, который там построен. Скрипта с остатками храма XII века. Можно приехать, допустим, в Мозырь посмотреть городище и Свято-Михайловскую церковь. Буквально недавно мы открыли для посетителей усадьбу Козел Поклевских в населенном пункте Красный берег Жлобинского района. Удивительная просто усадьба. Вы знаете, и даже наш министр культуры Борис Владимирович Светлов сказал, что, вы знаете, наверное, даже перещеголяли и мир, и не свеж. Нужна раскрутка. Нужно рассказывать. Нужно показывать. Нужна реклама. Тем более, что вообще населенный пункт Красный берег в Жлобинском районе это уникальный пункт. Там соединены уже сейчас две таких вот мощных, интересных историко-культурных ценностей. Это и мемориальный комплекс детям-жертвам войны, единственный на постсоветском пространстве. Опять же, призываю просто, если кто-то не был, езжайте по нашей Гомельской области, вы узнаете очень много нового, столько интересных мест. И вот эта усадьба 19 века, которая сейчас отреставрирована, деньги были паритетные, 50 на 50, она была в госпрограмме. И поэтому 50% давал местный бюджет, и 50% давала республика. Завершены как бы этапы. Есть там еще необходимая шестая этапа, но тем не менее, она для посетителей уже открыта. Еще одна историко-культурная ценность, которая в государственной программе, это коллегиум иезуитов в коллегиумском районе. Это просто потрясающий объект. Действительно, там стоит побывать, посмотреть. Уникальные люди работают там и живут. Это женский монастырь, поэтому можно пообщаться и узнать очень много нового. Там же рядом, кстати, и стоянка первобытного человека. То есть куда, в какой регион не заедешь, можно найти очень много и познавательного для себя открыть. Одна из главных актуальных задач – это организация досуга в сельской местности. Ольга Витальевна, скажите, пожалуйста, какова жизнь сегодня вот в этих сельских домах культуры? Ну, что там происходит? Вы знаете, наверное, происходит практически то же, что и в городских центрах культуры, во дворцах культуры, ну, может быть, чуть-чуть меньше, да? Не по объему, допустим, а по какому-то, ну, как сказать, конечно, звезды белорусской эстрады или там зарубежные звезды, в маленький сельский клуб, конечно, они не поедут. Но мы стараемся поддерживать культурную жизнь маленьких населенных пунктов своими артистами. Которые тоже на высоком творческом уровне дарят свое профессиональное искусство жителям агрогородков и маленьких населенных пунктов. Различные акции, дни деревни, все праздники, которые проводятся, там, и День огурца. То есть, опять же, вот, когда мы просматриваем планы того или иного маленького сельского дома культуры, вот, или, допустим, районного дома культуры, просто иногда поражаешься, какие интересные мероприятия придумываются. День огурца, День яблока, День пирога. Мало того, поздравление, допустим, с юбилеем столетнего жителя или жительницы той или иной деревни. Это все очень интересно. Историко-культурные нематериальные ценности. Это обряды, это песни, старинные песни. Есть у нас ряд населенных пунктов, шесть, где вот именно находятся, как были так считаются, нематериальные историко-культурные ценности. Это тоже очень интересно. Это наша история, это история наших предков, насколько она чиста, вот, аккуратна, и насколько вот с такой вот скрупулезной аккуратностью она передается по наследству. Что вот этот обряд, он такой же, как и был когда-то. Вот так его уникально передают по крупицам, по следующим поколениям. Много можно чего посмотреть и увидеть. Поэтому я думаю, что если, допустим, маленький населенный пункт, так бывает, что там нет сельского дома культуры, туда обязательно приезжает и библиобус, и автоклуб, и показывает какие-то концертные программы, то есть держит в культурном тонусе население того или иного населенного пункта, даже очень маленького. Спасибо большое за такой замечательный ответ, Ольга Витальевна. Осень – это всегда период открытия новых сезонов, музыкального, театрального, циркового. Скажите, пожалуйста, что бы вы советовали жителям нашей области не пропустить этой осенью, может быть, в начале зимы, какие интересные премьеры, выступления у нас пройдут? Вы знаете, конечно, афиша концертная, она просто настолько пестрит различными громкими именами зарубежных артистов, российских артистов, белорусских артистов в том числе. Но я вам хочу сказать, что наши гомельчане и гости города очень любят посещать и наше театрально-зрелищное учреждение, где свои программы, свои новые постановки, свои концертные программы показывают наши коллективы. В областном драматическом театре совершенно замечательная премьера, которую я рекомендую посмотреть. Мою жену зовут Морис. В молодежном театре премьера состоялась до того, как коллектив ушел на летний отдых, но тем не менее тоже потрясающий спектакль – это «День танкиста». Филармонические концерты, концерты, которые проводятся во Дворцово-парковом ансамбле, в кукольном театре. Просто нужно смотреть за афишами, следить за афишами или зайти на сайт того или иного учреждения культуры и выбрать для себя тот или иной спектакль, ту или иную концертную программу. Очень интересно работают наши коллективы. Поэтому даже в чувство какого-то патриотизма, чувство гордости, есть что придешь на свой коллектив, посмотришь, и он абсолютно ничем не хуже, допустим, столичных коллективов, а в какой-то степени даже и лучше. Я не сомневаюсь. Ольга Витальевна, скажите, а какие выступления, концерты, может быть, выставки или спектакли произвели на вас наибольшее впечатление? Я не говорю сейчас только о наших, о гумерских, может быть, и о мировых артистах тоже. Ну, вы знаете, был очень хороший концерт на День города, когда приезжал хор турецкого. Интересная работа, или мировые хиты. Но затем же опять вот ловлю себя на мысли, что придя на открытие филармонического сезона, которое было 1 октября в общественно-культурном центре, и когда была новая программа, там тоже были, скажем так, мировые хиты, которые исполняли наши солисты Гомельской областной филармонии, солисты продюсерского центра «Артбис», когда и уже профессиональный, скажем так, певец, и еще только начинающий, но уже несколько лет занимающийся вокалом малыш, они поют мировой хит и поют достаточно хорошо, и зал их воспринимает тоже очень хорошо. Наверное, даже и не думаешь. Вот понятно, что зарубежные артисты – это да, это какая-то звезда, но вот опять же чувство какой-то вот приязни к своим артистам, оно, наверное, даже в какой-то степени превышает. Ты смоешь на своих актеров в драматическом театре, да, или в молодежном театре, и просто поражаешься, насколько они талантливы. Да, они работают в городе Гомеле, но их можно выпускать, скажем так, и на мировые сцены. Уровень очень хороший. Вот сейчас молодежный наш театр поедет на фестиваль-конкурс в Ульяновск. Областной драматический театр тоже планирует свои гастроли. И наш камерный хор буквально вот послезавтра вылетает в Калининград, там будут проходить Дни культуры Гомельской области в Калининградской области, и Трио Лирица, я тоже уверена, покажет хорошие концертные программы. И в очередной раз калининградцы увидят нашу белорусскую культуру и увидят ее в достаточно высокий профессиональный уровень. Ольга Витальевна, спасибо вам огромное за столь интересный сегодняшний диалог. Спасибо вам. Первый заместитель начальника главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи, Ольга Антоненко, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин